Музыка Здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я приветствую вас. Вы в гостях у Елены на моей кухне. И сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом. Это маринованные арбузы в банке. Это замечательный рецепт. На самом деле я его уже готовлю 3 года. Он мне очень-очень нравится. Пробовала по-разному. Но вот этот рецепт именно в таком количестве ингредиентов мне очень подошел. И всем моим родным и близким. Еще я таким образом тоже в банках еще солю арбузики. Если будет время и я надумаю еще засолить, то я вам обязательно покажу. А это маринованные арбузики. И что я делаю? Нарезаю, значит, арбузики на небольшие такие кубики. И если вы заметили, то здесь у меня они с кожурой. Но саму основу зеленых арбузиков, ну, корку саму вот эту зеленую, я обязательно счищаю ее. Потому что она грубая. Но немножко оставляю. И смотрите, как получается красиво. И когда маринуется вот эта зеленая часть, она просто обалденная. И в соленом виде, и в маринованном. Очень вкусно. В общем, вот на такие вот кусочки. Не очень сильно мельчить. То есть, вот вы примерно видите как, как бы на взгляд вы можете определить. Нарезать. Хотя можете нарезать на свой вкус. Никакой разницы нет. Мне нравится вот такими вот кусочками. Очищаем как следует их, чтобы туда не попались ни в коем случае зернышки от арбуза. Потому что это будет некрасиво и невкусно. И складываем в банку. Банка должна быть стерилизованная, вымытая. Обязательно я мою соды и стерилизую. Либо в микроволновой печи, там на обычной мощнице 2-3 минуты. Либо в духовом шкафе. Шкафу, значит, нагреваю шкаф. Духовой. Духовку, если вам так понятнее будет. Где-то там на 100-150 градусов. Ну, в общем, вот так вот. И тоже уже как бы... Кстати, банки я закладываю не в горячую духовку, а в холодную. И включаю. И минут на, ну, скажем так, 10 может быть. Все зависит от банок. Большие, 20-15-20 минут. Вот литровые, вот эти 2-литровые баночки я сейчас стерилизовала. У меня получилось, именно в духовке я делала их. 15 минут я их стерилизовала. При 100-150 градусов. Вот так сделайте. Не важно, и 100 будет, и 150. Все равно они простерилизуются. Потому что духовки у нас у всех разные. И дальше. Ставим кипятить воду. Значит, рецепт я оставлю в описании. Видео обязательно. Значит, на 3 литра воды кипяченой я кладу 3 ложки, 3 столовые ложки соли. Без верха, 2, 3. Вот так вот, вот таким образом. И обязательно, обязательно кладу тоже, как бы, сахар. Опять же, меня спрашивали, какой я сахар добавляю, мелкий или крупный. Да мне кажется, нет разницы. Какой есть, желтоватый, там меня спрашивали, либо белый. Кстати, желтоватый сахар лучше. Он не очищенный, не обработанный. Это белый сахар обработанный. Это нет, это второй сорт у меня, вот тоже хороший. А вот чисто от бельёна я обычно беру только, когда делаю, взбиваю белки, чтобы хорошо взбивались. А так, в принципе, нет разницы, мои дорогие. И добавляю ещё я 7 столовых ложек сахара. Раз, два, вот видите как, без верха большого. Три, четыре, пять, шесть и семь. Вот, прямо при вас это я сделала. Вот. Всё это должно обязательно хорошенько брать. Мы добавляем 9% уксус прямо сюда в банку. Добавляю я сюда в банку 6 столовых ложек 9% уксуса. Но добавлю тогда, когда налью немножечко сюда, значит, кипятину, ну, как бы маринада вот этого уже. Сейчас я не буду добавлять, потому что вот эти вот кусочки впитают быстро в себя, значит, уксус. И всё равно не будет вкусно. Они сразу резко свернётся из-за уксуса и будет плохо. Сейчас у меня всё вскипит. Вот это, доведу до кипения. И минутки три покипит у меня вот этот вот маринад. И потом будем с вами заливать. Итак, мои дорогие. Всё уже. Покипел наш маринад. И мы теперь с вами будем наливать в баночку наш маринад. Обязательно баночку в тарелку устанавливаем. Это обязательно нужно делать вот такую вот воронку. Мы устанавливаем обязательно, чтобы мимо не пролилось. И заливаем. И как я уже говорила, что сначала наливаем половину баночки, затем мы с вами положим уксус и дольём до верху наш маринад. Вот таким вот образом. Долила я. И что же мы делаем? 6 столовых ложек добавляем сюда 9% уксуса. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столовых ложек. И что ещё хочу сказать. Если вы будете трёхлитровую банку, то 8 столовых ложек можете добавить. Потому что я делала их трёхлитровых, и тоже я туда добавила 8%. И прям получилось очень вкусно. Вот. Двухлитровых 6, в трёхлитровых положите 8. Так достаточно будет. И значит доливаю до верху, прям вот, ну прям до верху. Не стесняйтесь, оставляйте, не оставляйте там слишком много. Ну не прям по горлок, чтобы разливалось. Вот. И что дальше мы с вами будем делать, мои дорогие? Мы с вами дальше будем накрывать крышечкой и устанавливать в бак или в кастрюлю, и будем стерилизовать нашу баночку с момента закипания 15 минут. Не закатывайте, а просто накрывайте. Установите в банку, в кастрюлю, в бак, что есть. Вот, чтобы покрывала водичка, вот до сих пор, не сильно, чтобы не переливалась на крышку, когда будет кипеть. Когда вскипит, убавляем огонь. Делаем меньше, чтобы слегка-слегка это всё, ну скажем так, кипение 80 градусов. Как вам ещё объяснить, не знаю. Но вы меня поняли. Чтобы не бурное кипение было, с момента закипания водички убавляем, и чтобы вот так кипело равномерно, будем стерилизовать 15 минут. Затем будем закатывать нашу баночку. Ну что ж, мои дорогие мальчули и девчули, я уже закатала баночку. Значит, простерилизовалась она у меня 15 минут. Не больше, мои дорогие, ни в коем случае больше не нужно. Сейчас она у меня остынет. Я не буду ничего накрывать, никаким одеялом ничего. Она и так остынет, вот, без всякого одеяла, без всяких укутываний. На крышечку переворачиваем, на вот верхном, и всё. И пусть немножко она тут остынет у меня. И, конечно, надо, чтобы хорошо остыло, но я как тороплюсь вроде как видео снимать. Я сейчас тоже украшу эту баночку. Обязательно подпишу, что это, и покажу вам, как я это сделала. Ни в коем случае не перестерилизуйте. Ни в коем случае. Обязательно только 15 минут с момента закипания. Вот, потому что у вас разварится, и дольки будут некрасивыми и невкусными. Смотрите, какие они получились шикарными. Очень вкусный рецепт. Очень вкусный арбуз маринованный. Попробуйте. И посолите. Тоже можно солить. Когда я солю, то, может, вам сейчас дам рецепт. Там, получается, на трёхлитровую банку я обязательно делаю. Почему делаю в больших баночках? Потому что, уверяю вас, что за раз съестся вся банка. Вот, особенно если у вас большая семья. Значит, на трёхлитровую банку получается там полтора литра водички. Беру две столовые ложки сверху соли. Всё, больше ничего не беру. И заливаю колодесной, либо очищенной какой-нибудь водой. Всё это складываю там. Приправки, какие вы хотите. Какие любите. Но я добавляю там только, значит, чёрный перчик и перчик ароматный. То есть, душистый вот такой перчик. Всё. Но вы можете добавить там, кто любит приправы какие-то. Я ничего больше не добавляю, никакого лука, ничего. Просто соль развожу в холодной воде, не кипяченой воде. Складываю кусочками туда арбуз. Переслаиваю горошком. И перцем душистым. И горошком перцем. Всё, заливаю, закрываю, значит, крышку пластмассовую и в погреб. Всё, ничего не делаю. Сразу в погреб дома не держу. Вот вам и рецептик. На полтора литра, значит, воды колодесной, две столовые ложечки сверху соли. Что ж, мои хорошие, если вам понравилось моё видео и мой способ приготовления маринованного арбуза, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями и, конечно же, оставляйте комментарии. Я обязательно вам отвечу. Пока-пока!